Окей, мы сейчас начнем работать по конспекту. В конспекте написано «человек», и мы сейчас будем не только говорить о личности руководителя, мы будем сейчас глобально говорить про человека, чтобы понимать, что в человеке, также в руководителе заложено или может быть заложено. И смотря что заложено, то и когда-то даст свои плоды. И эти плоды могут вести к свободному поведению, к развитой личности. Или наоборот, человек с массами, как мы называем это в Германии, узлами. И когда у него в характере, когда у него в личности разные проблемы, психологические проблемы, тормоза, это как бы связанные такие узлы. И он как напрягается, он не может свободно трудиться, жить, работать. А как только он напрягается, в нем что-то происходит, и он странно себя ведет. Например, если наши мышцы иногда по каким-то причинам где-то, то мы, когда все расслаблено, мы не чувствуем, что мышцы там где-то нарушены. Но как только мы за что-то взялись, хотим что-то серьезное сделать, вдруг... А! Иногда даже человек не понимает почему. А! А люди со стороны смотрят, о чем? А! И дальше идти не может. И люди так, не понимаю, не понял, вроде бы все нормально, а почему он встал, почему он застрял, почему он заплакал, почему человек и так дальше. И поэтому то, что мы сейчас говорить будем, мы будем заглядывать во внутреннюю индивидуальную жизнь человека и мы, то есть вы можете послушая, проанализировать, что в вас заложено, что-то там заложено. И что из того заложенного нам дает свободу и развитие, а что из того заложенного нас постоянно тормозит и тормозит и тормозит и мы овакаем и укаем и дальше развиваться не можем. Тема, почему человек делает то, что он делает. Я почти 20 лет тому назад столкнулся в Америке с одним руководителем, Боб Билл его звали, зовут, ему наверное сейчас под лет 80. И он преподавал, и я когда послушал, то почувствовал, он знает, о чем он говорит. Не каждый учитель знает, о чем он говорит. Некоторые набор слов бросают так, и ты слушаешь, 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 вроде бы слова правильные, а дальше что-то не стыкуется. А вот у него подходило, и я сидел, слушал и понял, этот человек знает, о чем он говорит. И он говорил про разные там темы, и одна из тем и мыслей была о человеке этой теме. И он предложил нам тогда книжки его и одну книгу, почему человек делает то, что он делает. Она на английском языке, в переводах ее нету. Я ее тогда прочитал, и еще там другие содержания взял и сказал, мне это много дало, мне это глаза открыло на многие процессы. На многое, что происходит, эта книга и тот учитель, и, конечно, другие источники, открыли мне глаза. И это сказал, если это мне помогло в работе с людьми, то я буду учить других и помогать, чтобы и другие увидели, услышали и начали понимать, что в них происходит. Когда наши проблемы получают название, то тогда мы можем их решать. А когда наши проблемы просто где-то в тумане, что-то не стыкуется, что-то происходит, мы не понимаем, и все вот так туманно, а все, что туманно, то не решается. Только как проблема получает название, как проблема получает, скажем, ручку к двери, да, тогда мы можем эту проблему решить в нас. Мы будем говорить здесь про человека. Человек состоит, скажем, из трех сфер. Первая сфера, это верхняя, там где у вас человечек нарисованный, да. Первая сфера, это внешняя, то есть публичная жизнь, запишите себе, внешняя. В квадратике, верхний квадратик, напишите, внешняя, то есть публичная жизнь. Человек состоит из внешней жизни. Он себя показывает на людях в обществе. Например, человек себя показывает в обществе как директор, или как там учитель, или учительница, или как председатель, или как президент какого-то фонда, или дела, или, или. И человек себя показывает как бизнесмен, как профессор, как доктор. То есть по-разному люди себя показывают. И мы вот так смотрим и говорим, это наш пастор, это наш директор, это наша та, это наши те, и так дальше. То есть вот так. И как он себя ведет как президент, как она себя ведет как там представительница, и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть нас это не интересует. На данный момент нас это не интересует. Это не наша тема, это не наша точка, поэтому нас это не интересует. Но это есть. Вторая сфера, которая тоже есть конкретная, это наша личная, приватная, не личная, приватная, то есть частная жизнь. Я имею ввиду приватная жизнь, частная жизнь. То есть на улице где-то в обществе меня знают как пастора, или меня знают как директора, или меня знают как там президента, или, или, или. Когда я прихожу домой, для моей жены я кто? Муж. И честно говоря, ей до фонаря я там директор или нет. Для моих детей я кто? Я папа. И их это не интересует на данный момент. Я там директор, или бизнесмен, или учитель, или я там тот, или я тот, 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 тот. Я прихожу домой, и они от меня ожидают поведения и настроя, и это все как отец. Если у них что-то капут, мне надо ремонтировать. Если у них вопросы, мне надо заниматься. Если им деньги нужны, мне надо деньги найти, деньги дать, и так дальше. То есть я для моих детей, я для моей жены, я для моих братьев и сестер, брат, и их не интересует. Вот у меня 7 братьев всего, и у меня четверо сестер. 11 детей мы в семье, и все хотели дом строить. И представьте, сколько раз надо было дом помогать строить кому-то. Им это, честно говоря, до фонаря. Ты директор, ты занятый человек, не занятый человек, ты можешь ко мне на стройку прийти. И ты как брат должен дойти на стройку. Ты можешь ко мне прийти там кто? Ты можешь это, ты можешь это. То есть я как брат, я. Или родители, они тоже хотят меня видеть, их не интересует. У меня там большие поездки, или маленькие поездки, я в разъездах, или не в разъездах. То есть это все, да, 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 но они хотят меня видеть, как сына дома. Значит, частная жизнь, как я, отец, как муж, как сын, про это мы тоже говорить не будем. То есть это нас здесь пока не интересует. Мы возьмем третью сферу. Третья сфера это наша личная жизнь. Это наша личная жизнь, это наша личность, это наша сущность. И про это мы говорить будем. Редактор субтитров А.Семкин